Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков побывал в гостях у семьи Емельяновых, дом которых в полном смысле этого слова является полной чашей. Любви, гармонии, взаимопонимания, семейного уюта, душевной щедрости и десяти детских улыбок в возрастном диапазоне от одного года до 30 лет. Знаете, этот год семьи очень приятно, что все-таки в Нахабино у нас много многодетных. Мы, слава богу, удается нам рекорды ставим исторические по линии рождаемости на территории Красногорска и все-таки это в обновленном нашем родильном доме. Строим большую больницу по президентскому проекту. Это все-таки тоже история с акцентом на детство и приоритет детства. И для нас это очень важно и в дальнейшем, конечно же, будем продолжать эти встречи, потому что семья – это все-таки дети, а дети – это наше будущее. И, поверьте, в каждую семью, в которую бы ни приезжал, всегда есть какая-то своя история жизненная, какие-то события, какие-то традиции. Каждый ребенок себя развивает. Важно, что есть очень большая семья. Поверьте, когда нас много, мы от этого становимся сильнее. Отец Вячеслав уже около 14 лет служит священником в Знаменском храме Красногорска. Его супруга Марина занимается воспитанием детей, самый старший из которых уже покинул родительское гнездо и обзавелся собственной семьей. Младшие ребята учатся в школе, занимаются спортом и музыкой, увлекаются кулинарией, шахматами, гончарным и кузничным делом. Одним словом, обладают широкой палитрой разносторонних талантов. Так, например, Илья решил порадовать гостей игрой на фортепьяно, в которой он делает заметные успехи. Воспитание десятерых детей только со стороны может показаться непосильной задачей. Вячеслав и Марина видят в этом скорее благословение свыше. Я думаю, что, наверное, в этом подвиге она все-таки нет, хотя бы потому, что раньше всегда так было. Это сегодня время такое, кажется, что много детей и эта нагрузка... Ну да, действительно, нагрузка есть, но чем больше, тем проще. Потому что если один-два, три ребенка, это мама работает, а если больше, тогда уже и дети выключаются, и поэтому можно какие-то обязанности возложить на детей, и они сами выполняют. Твоя задача со стороны – наблюдать и корректировать. Так что выходит так, что даже проще. Сегодня к вашему приезду как раз готовились, и, конечно же, одна бы я ничего не успела. Вот поскольку детей много, каждого свои обязанности. Кто-то подметает, кто-то пыль протирает, кто-то нянчится с маленькой. И как-то все вместе, все дружно, а после этого все сделали. Вот, поэтому, конечно, есть плюсы в этом такие, что когда семья большая, если все вместе, дружно, вот, то все получается. Развязываются взрослые руки. Руководитель муниципалитета поблагодарил Вячеслава и Марину за личный пример, который они подают не только своим детям, но и всем тем, кто знаком с историей их семьи и теми испытаниями, через которые они прошли, приехав сюда много лет назад из Донецка. Все, чего достигли – результат усердного труда, взаимовыручки, отзывчивости и помощи неравнодушных людей. И, конечно, божьих чудес, в реальности которых не сомневается никто из Емельяновых.